Перед стартами регистрация. Участники из Алтайского края, Новосибирска и Республики Алтай вместе со своими четвероногими гонщиками получают номера и идут на построение. И сразу старт. Задача одна. Пройти трассу нужно быстрее других, а скорость во многом зависит от дрессировки собаки. Потому что у каждой собаки свой темперамент, свой характер и приходится подстраиваться под каждую собаку индивидуально. Так как характер у некоторых более собаки возбужденные, некоторые более такие спокойные. Участников столько, что в парке не протолкнуться. Турнир организован достойно, отмечают гонщики. Однако до последнего было непонятно место проведения турнира. Трасса должна отвечать определенным стандартам, а выполнить их весьма непросто. Ну, к сожалению, для тренировок сейчас лыжников именно с собаками условий у нас в Алтайском крае нет. То есть, если мы в прошлые годы как-то... У нас есть там свой личный снегоходик, да, допустим, мы накатывали лыжню где-то там в лесу на открытой местности. Ну, к сожалению, в этом году он сломался. Когда у нас вот возникли сейчас сложности, да, мы хотели все-таки как-то встретиться там. Ну, низкую, наверное, некогда. Приютил спортсменов в итоге изумрудный парк. И то, что турнир состоялся, организаторы и участники рады. Такие мероприятия повышают культуру собаководства. Они же бродячие собаки не берутся ниоткуда. Они берутся, так как говорят, люди выбрасывают. Да не выбрасывают они большинство их, они просто не справляются с ними. Федерация кинологического спорта намерена и впредь проводить подобные турниры, чтобы с одной стороны профилактировать проблему безнадзорных животных, а с другой дарить массу положительных эмоций владельцам четвероногих. К слову, самыми быстрыми на этом перенстве оказались три участника из Барнаула и один из Новосибирска. Победителям вручили кубки, а их питомцам витаминизированный корм. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.